Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в день праздника Сретения Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 2, стихи с 22 по 40. Послушаем это евангельское зачало в прочтении иродьякона Свято-Троицкой Александра Невской лавры Отца Александра. Во время она вознесоста родителя, отрача Иисуса во Иерусалим, поставите его пред Господем. Яко же исписано в законе Господне, яко всяк младенец мужеско полу, разверзая ложе сна, свято Господи виноречеца, и ожидайте жертву пореченному в законе Господне два горли, чещели, два птенца голубина, и себе, человек во Иерусалиме, и мужи имя Симеон, и человек сей праведен и благочестив, чаю утихи Израилевы, и дух бессвят в нем, иби ему обещано, духом святым не видите смерти, прежде даже не видят Христа Господня, и приди духом в церковь, и гдави доста родителя, отрача Иисуса, сотворите има по обычаю законному о нем, и то и прием его на руку своею, и благослови Бога и рече, ныне отпущай шарабатый, га владыка, по глаголу твоему с миром, яко видести очи мои спасения твое, ежи и сил готовы пред лицем всех людей, к свету откровений языком и славу людей твоих Израиля, и бей Иосиф и мать Его чудящийся оглаголем и ханем, и благослови Асимеон, рече к Марии, матери Его, все лежит сей нападение и навосстание многим во Израиле, и знамение пререкаемо, и тебе же самой душу пройдет оружие, яко да открыется от многих сердец помышления, и беанна пророчица дщифануэлева от колена Осирова, сия замоторевшего одних мнозих, живши с мужем седьм лет от девства своего, и та вдова, яко лет осемьдесят и четыре, я же не отхождаша от церкви, постом и молитвами служащий день и ночь, и та в той час приставши и исповедавшися Господи, и глаголоши о нем всем чающим избавления во Иерусалиме, и яко скончавшися вся по закону Господню, возвратишися в Галилею, в оград свой Назарет, отроча же растяши и крепляшися духом, исполняйся премудрости и благодать Божия беанна нем. Прочитаем этот текст в русском синодальном переводе. А когда исполнились дни очищения, их по закону Моисееву принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающего же сна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба Твоего, владыка, по слову Твоему, с миром. Ибо видели, очи мои, спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего, Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, «Се лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец, тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою, служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. В данном евангельском отрывке евангелист Лука описывает два древних обряда. Первый обряд – освящение первенца, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу. В 13 главе во втором стихе книги Исход мы читаем повеление Божие. «Освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложе сна между сынами Израилевыми, от человека до скота, потому что они мои». Каждый перворожденный мужского пола, как среди детей, так и среди животных, был посвящен Богу. Этот закон указывал на милосердие Бога как источника жизни. В книге «Чисел» поясняется, что первенец из людей должен быть выкуплен. В законе установлено, что за сумму в 5 шекелей, это приблизительно 72 с небольшим грамма серебра, родители могли выкупить у Бога своего сына. Деньги эти уплачивались священникам, но не раньше, чем на 31 день после рождения. Второй обряд – обряд очищения, когда женщина приходила в храм, чтобы принести жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. Женщина, родившая младенца мужского пола, считалась нечистой 7 дней, и еще 33 дня не могла ходить в храм и участвовать в общественном богослужении. По истечении этого срока она должна была принести в храм Агнца для жертвы всесожжения или молодого голубя для жертвы за грех. Это была довольно дорогостоящая жертва, и поэтому в законе было записано, что если женщина не может купить Агнца, то она может принести в жертву вместо него второго голубя. Принесение в жертву двух голубиных птенцов вместо ягненка называлось жертвоприношением бедных. Именно такую жертву принесла Дева Мария. Задавались ли вы, дорогие братья и сестры, вопросом о времени принесения Господа в храм? Произошло это до или после поклонения волхвов? Александр Павлович Лопухин указывает, что, несомненно, до поклонения. За такое предположение говорят следующие соображения. Бегство святого семейства в Египет следовало непосредственно за поклонением волхвов, как это ясно видно из 13 и 14 стихов второй главы Евангелия от Матфея. Отсюда можно заключить, что святое семейство никак не могло сходить в Иерусалим после прибытия волхвов. На это указывает и отсутствие денег для принесения в жертву положенного агнца. А как нам известно, после посещения волхвов у святого семейства были весьма богатые приношения. Но на тот момент семья пребывала в бедности, что указывает нам на то, что Спаситель родился в обычной семье, в доме без роскоши, где нужно было считаться с каждой копейкой, где семья знала, как трудно зарабатывать на жизнь. Господь, дорогие братья и сестры, так как никто знает трудности человеческой жизни. И когда мы испытываем нужду, Он готов прийти к нам навстречу. Главное – не терять надежду. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь!